Изобразительному искусству в поселке Пурпе обучают с 2006 года. И только теперь у преподавателей школы искусств появилась целая палитра возможностей. Давать воспитанникам современное художественное образование, проводить выставки художников Ямала и России. Об этих и других перспективах расскажет наш корреспондент. Прилюди поиграем, может, чуть-чуть. Кажется, что волнуются не только музыканты, но даже и сами ноты, мелодии секретного сада Ловленда. Буквально через несколько минут отделение изобразительного искусства детской школы искусств займет свое место в летописи поселка. Но все великое имеет свое начало. И начало начинается здесь. Звучат поздравления, теплые слова, разрезана традиционная ленточка. Путь к успеху и процветанию открыт. У нас замечательные преподаватели, которые горят своим делом, которые могут увлечь за собой всех детей, всех желающих творить искусство. Поэтому этим все сказано. Понимаете, это сразу можно выйти онлайн в Третьяковскую галерею. Кабинеты оборудованы современными техническими средствами. Педагоги в своей миссии видят две неразделимые задачи. Привить ребенку навыки художника, сохранить русскую классическую живопись и воспитать человека. Ну и нужно не забывать о душе человека. Чтобы он жил вот этим словом России. Чтобы он понимал культуру и был востребованным в обществе. Чтобы ты сказала Левитану, если бы ты его увидела. Юные художницы Евелина и Софья несут свои работы в новую школу. Она занимает 335 квадратных метров в цокольном этаже пятиэтажной новостройки. Теперь у девочек просторные мастерские. Они светлые, здесь хорошее освещение, здесь есть окна. Я просто готова жить в этой художественной школе. Если в прошлом году учеников было всего 27, то теперь в новое художественное отделение принято 108 детей. А с начала октября на платной основе в школу искусств начнут ходить и жители поселка Пурпе. Взрослых будут обучать по двум программам. Мастерная живопись и художественная роспись ткани батик. При поступлении в школу ученики выполнят общее задание в технике акварели и должны показать владение обычным карандашом. Шанс стать художником есть у каждого. Возможно, не все ученики Пурпейской школы искусств станут профессиональными художниками. Но в том, что здесь научат детей видеть и создавать прекрасное, служители храма искусств уверены.